Я выбирал вчера фотографии у себя старые дома и увидел свои старые дистрибьюторские фото на Кипре. И вот одна из фотографий привлекла мое внимание. Я стою на фоне какого-то там, в общем, строения с группой дистрибьюторов. И среди них несколько президентов, занимающих самые высокие ступеньки. И вот один из этих президентов стоит рядом со мной в общей фотографии и демонстративно отстраняется от меня. Я к нему так склонился, как и положено в фотографии, прильнуть к великому. А он так демонстративно от меня отвернулся всем своим видом, показывая, что ему как бы не с руки стоять с таким рядом, с рядовым, с обыкновенным, с маленьким, с обыкновенным, с обычным, неуспешным дистрибьютором. Западло ему. Нароже его написано пренебрежение. И я снова испытал это чувство унижения, которое я тогда испытал. Послушайте меня, как это важно. И я сразу вспомнил фильмы, вот я вспомнил фильмы, такие вот, я вспомнил, например, Брат, фильм, и Бодров играет, Сергей Бодров играет, Брат, Брат 2. И вот я вспомнил, как ему, когда ему попадались на его пути люди, маленькие, обыкновенные люди, он их не бросал. Он их не бросал, он для них что-то делал. У него даже там выражение есть, когда он с проституткой делал, говорит, русские своих на войне не бросают. Я не хочу сейчас тут усугублять, но я хочу сказать, что есть люди, вот был такой великий Марк Хьюз в этой компании, за что его все любили. Он часами выстаивал, фотографировался с разными, с самыми крутыми и с самыми маленькими. И он всегда был одинаковый, он всегда улыбался, он всегда щедро жал руки, он всегда раздавал улыбки, он всегда был великодушным. Он понимал человека, каким бы маленьким он ни был, как это важно поддержать, как это важно проявить уважение к его личности. И он всегда был любим, он всегда был поддерживаемым, он всегда был фавори, потому что за ним, поэтому за ним шли тысячи и тысячи людей. И совсем другое дело, когда человек, добившийся успеха, вольно или невольно бывает, конечно, но чаще всего это умышленно, он демонстрирует вот свое такое отношение. Это страшная потеря, это страшное несчастье для человека, который поднялся и потом брезгует ниже стоящим, считает его никчемным. Это очевидные, казалось бы, избитые вещи, но в нашем бизнесе это крайне важно, крайне. Искренне проявить интерес к человеку, уважение к нему, пожать ему руку, поддержать, похлопать по плечу, спросить, как дела, искренне поинтересоваться, помочь, что-то ответить на вопросы не формально, а по-человечески. Конечно, это требует усилий, конечно, это требует энергии, но за это наступает расплата в той или в другой форме. Я вот сейчас здесь стою, мне на станции техобслуживания меняют масло в машине, и я имею паузу и хочу вам это сказать. Если с кем-нибудь из вас, кто смотрит сейчас, я когда-нибудь поступил по отношению к кому-то из вас невнимательно, проявил какое-то неуважение, не увидел ваш позыв пообщаться, ваше желание прикоснуться, поговорить, задать вопрос и был невнимательным, я прошу прощения у каждого из вас. Искренне раскаиваюсь, если я невольно кого-то обидел, кого-то не заметил, кому-то не оказал внимания. Я никогда не хотел никого обидеть, потому что я, как мне кажется, понимаю, насколько это важно для каждого человека, для его успеха, ценить людей, уважать и любить людей. Это непросто, это тяжелый труд на самом деле, но этому надо учиться. Если мы хотим преуспеть в этом бизнесе, в бизнесе отношений, если мы хотим выстроить нечто серьезное на годы, на невременное, а навсегда, то надо выстраивать отношения именно таким образом, на основе любви и уважения. А если ты один раз пообещал и не сделал, если ты еще раз пообещал и не сделал и не извинился, если ты все время показываешь человеку морковку, все время показываешь ему морковку, все время его промотируешь и кидаешь раз за разом, по сути дела это и называется кидание, когда ты ему обещаешь и не выполняешь. Это в простонародье так говорят. Люди все видят, люди все понимают, чувствуют, и у них есть осадок. Он наслаивается, 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 человек принимает решение не в твою пользу. Никого сейчас не обманешь, и так было всегда. Надо ценить и уважать людей. Старые фотографии иногда полезно пересматривать, и ты увидишь, как может быть ты сам вел себя подобным образом. Ужасно. Еще раз прошу прощения, если я кого-то обидел. И желаю всем удачи, и внимательно следить за собой, и выработать у себя привычку бережно, терпеливо, с уважением относиться к каждому, даже самому маленькому, образно говоря, человеку. Даже самому-самому новичку, любому человеку, потому что каждый человек заслуживает уважения и любви. До встречи.